Приветствую вас, Ирина. Давайте разберём ваш вопрос, вот, и постараемся найти ответ на него, да. Стараемся понять, как вам в этой ситуации действовать, если вы действительно на самом деле ошибаетесь, что у вас есть некоторые трудности, и если вы действительно на самом деле ошибаетесь, что пришло время, да, что-то менять. Значит, смотреть. Во-первых, мой коллега, Кудрячев, Игорь, всё достаточно тюрька и лаконично, на мой взгляд, написал. Вот. В плане того, что, ну, как выглядит ваша ситуация, да, как она... Происходит и, соответственно, что вам делать нужно. То есть, механизм обиды, мой коллега описал достаточно хорошо. Я могу сказать вам, что... Дополнение. Просто, чтобы... Меня... Лично меня... Э-э... Смы... Э-э... Смущает... Только то, что вы первые считаете, что ссоры это нормально, потому что есть вероятность всего некая связь между тем, что вы считаете ссоры нормой и тем, что мужчины на вас обижаются, да, что вы умолчены, что вообще вы, значит, как вообще вы выбираете мужчин себе. Вот, то есть, ну, как вы делаете выбор мужчин, вот. Это тоже такой достаточно важный момент, потому что вероятнее всего, как сказал мой коллега, есть нечто, что вы сами провоцируете конфликт, как вы сами его создаете. Давайте обо всем порядку. Обида. Обида, это первое, что нужно сказать, обязательно обида, это модель поведения, которая усваивается в детстве, вот, и это способ манипуляции. Причем, это способ манипуляции, как создание мужчины, вот, так и, что важнее с вашей стороны. Потому что вы говорите, что меня это обижает. Позже, вот, если вы говорите, что вас это обижает, то, ну, как бы, в вашей стороне тоже происходит манипуляция. К сожалению, или, ну, к сожалению, сто процентов, к сожалению, да, потому что вы тоже манипулируете. То есть вы так привыкли решать свои проблемы, да, таким образом, через обиду. Хотя вы и говорите, что, ну, просите человека вам обо всем рассказывать, но все же вы обижаете. Так вот, обида, это манипуляция, это такое вот косвенное, косвенное выражение своих чувств, косвенное выражение своих желаний. И, соответственно, перекладывание, как вы, я надеюсь, понимаете, ответственности за то, допустим, чего хочу. Я на другого человека. То есть, условно говоря, мне, лично мне, что-то не понравилось, да. Ну, условно говоря, лично мне что-то не понравилось, лично мне что-то не понравилось. Да, я ответственность за это, за то, что мне не понравилось, я перекладываю на, ну, в данном случае, на вас, допустим. То есть это, ну, такая позиция. Я надеюсь, понятно, что банная позиция является, к сожалению, позицией инвентильной. Вот, я надеюсь, это понятно. То есть это позиция не зрелая, это позиция такая, такая, достаточно деструктивная, к сожалению. И важно понимать то, что у мужчины сейчас нет никакого, никакой мотивы, никакой мотивации что-то менять. Вот. Понимаете? То есть, у мужчины сейчас не нужно что-то менять. Он не хочет сейчас что-то менять, его все устраивает. Он пытается, пытается вас, вот, ну, таким образом себе починить. Да, обид — это всегда подчинение, подчинение, да, нет. Как сказал мой коллега опять же. Но вот. Аааа... это самая легкая позиция, это не особо, не quella позиция. Вот. Ааа... к сожалению. Так же, обида, это неоправданные ожидания, то есть обида возникает тогда, когда человек имеет какие-то ожидания. Вот, допустим, другого, вот партнера, например, вот, например, от вас. Эти ожидания на вас возлагаются, но, соответственно, они ничем не подкреплены, эти ожидания, вот. И, соответственно, возникает некоторая проблема, здесь как раз вот связана с тем, что оба, по факту, оба партнера остаются неудовлетворены, потому что через обиды невозможно получить то, что необходимо. Но обида, вместе с тем это, в какой-то степени, ображение отношения человека к себе. То есть вот человек так к себе относится, человек так себя видит, человек воспринимает себя в чертве, человек себя обвиняет, человек считает, что его могут унивить, надеть и прочее, прочее, прочее. Вот. Вам важно понять, что, опять же, как правильно, совершенно. заметил мой коллега, да, Кудрячев Игорь, что вы подкрепляете поведение, человек, вы, вот, ну, подкрепляете поведение, то есть вы своими действиями, а, как бы, даете, ну, мужчине, а, понять, что так можно с вами, что такая позиция с вами работает. Понимаете? Какая штука. Вот. И таким образом, собственно, это всё, условно говоря, продолжается, вот, ну, и будет, собственно, продолжится, и будет продолжаться до тех пор, пока, эээ, вы не измените своего поведения. То есть пока, пока вы будете пытаться добиться человека с одной стороны, да, какого-то ответа, с одной стороны каких-то изменений, объяснений, с другой стороны, вот, вы пока будете чувствовать вину за себя, за то, что сделаем. Так, я встречаюсь с мужчиной в 8 месяцев, вместе с еще не живым, нам обоим за 30. Ну, смотрите, у каждого из вас, скорее всего, есть уже определенный багаж, багаж, я имею ввиду прошлого опыта, вот. Соответственно, люди меняют, ну, поменяться человеку, мягко говоря, непросто, мягко говоря, непросто. Поскольку вам, там, за 30 обоим, то, соответственно, вам обоим поменяться будет непросто, вот. Здесь, здесь, первое, нужно решить для себя, что вы будете делать, если, например, человек, я имею ввиду, ну, мужчина, да, если мужчина не захочет менять, готовы ли вы его принять, таким, как он, и сейчас, готовы ли вы это сделать. Потому что, если нет, если вы не готовы принять его, то, возможно, не стоит вам отношения начинать. Возможно, вам не стоит продолжать не начинать, а продолжать отношения. Дальше. Дальше. Периодически у нас случается ссора. Ирина. Психология ссоры, то бишь конфликта, является психологической игрой, в которую играют люди, обладающие определенными проблемами. Например, люди, у которых есть трудность с, допустим, близостью. То есть, если люди боятся близости, люди испытывают трудности с выражением своих чувств, искренним выражением своих чувств, то вот, собственно, разникает ссора. Ссора – это не исследование своих реакций, как вы говорите. Ссора – это следствие конфликтов. И, в первую очередь, конфликтов. Унутри самого человека. Ибо вы сами вносите свой вклад в конфликт. Без вас, соответственно, без вас, соответственно, ваша ответственность нуждается в корректировке. Вот, чтобы вы сами, грубо говоря, отвечали за себя в конфликте. Да, то есть, не говорили, что мы ссорим. Или периодически ссоры происходят. Что не совсем корректно. А именно, вот, разделяли бы эту ответственность. Дальше. Значит, так. Он иногда обещается и перестает общаться, может не общаться. В следующей неделе. Это манипуляция. На мои вопросы, что случилось, или не отвечают вообще. Или, говорит, дословно, не творится к минусам 100, где-то не права. Или, значит, возьми, подумай, прочитай все и сделай какие-то выводы. Знаете, это классическая история про принос ответственности. Это классическая история про, значит, манипуляцию, да. То есть, типа, ты сама, сама воспринимаешься, сама делай какие-то выводы, сама мучаешься. Вот. Ну, здесь, что вам нужно увидеть, в первую очередь, помимо того, что вас это задевает, да, вот, помимо того, что вас это обижает и вводит, здесь нужно обратить внимание на то, что человек сам не готов это принять. То есть, не готов принять то, что вас это задело. Вот. Ну, значит, соответственно, возникает вопрос. Логичный, на мой взгляд. Вопрос. Если человек сам не готов ответственность за то, что его обижает, если человек сам не готов отстаивать свои интересы, если человек не готов сам признать, что ему что-то не нравится, допустим, то с чего, с какой стати вы это должны делать. Дальше. Так, меня это очень обижает. Вот, смотрите, обижается он, обижаетесь вы. Ну, идиллия. Вот прямо скажем, идиллия. Ирина, ну, поскольку к нам обратились вы, то давайте, наверное, собственно, вас и спросим, да. Как происходит ваша амбина? Ну, вот, ну, вот еще, в первую очередь, как происходит ваша амбина? Вот. А это то? Ну, что, вам необходимо обратить свое внимание. А вот. Как вы, получав 100, каждый раз ждете. Что мужчина будет вести себя по-другому или как? То есть, вот. Из чего обида у вас возникает? На чем она основана, скажем так? Ну, вот. Это важно. Дальше. Потому что я ничего не понимаю, что именно его расстроил. Я не понимаю, что именно его расстроил. Как вас это обижает? Да. То есть, понимаете, вот здесь некий такой достаточно тугой, я бы сказал, клубок наших проживаний. Потому что вы, как говорите, меня обижало то, что я ничего не понимаю, что его расстроило. Так, а вас обижает или вы расстроены тем, что не понимаете, что его расстроило? А чем вас это расстроило? Нет ли здесь такой какой-то проблематики личной границы? Потому что вы не позволяете мужчине остаться наедине с тем, что его расстроило? Вы как бы говорите ему? Это и моя вина. Это моя вина, что ты расстроился. То есть, он обвиняет вас в том, что расстроился, что обиделся, а вы эту вину на себя берете. Ну, как бы, это вопрос к вам, я бы сказал, на самом деле. Вот. Понимаете, такая штука. Потому что, если человек расстраивает, если человек обижается, то проблема его не ваша. Потому что, ну, опять же, как справедливо сказал мой коллега Кудряшев, да, что человек будет обижаться всегда. Да, он, ну, у него, как бы, выгода, выгода есть, ему есть выгода от обид. Он получает ваше, такое вот, ну, своего рода подчинение, да, получает вашу лояльность. Вы меняете свое поведение, вы проявляете внимание, ну, к человеку, вот, по сути. Так что, он будет обещаться, пока вы берете ответственность на себя за него, за взрослого мужчину, да, как вот, как маму. Вот, может быть, это у него, опять же, из детства идет, ну, скорее всего. Нет, не столь важно, что. Дальше. Я объясняю, объясняю ему, что не могу отказаться абсолютно никак. Ну, здесь вы обрадуетесь, обрадуетесь, вот. Вы обрадуетесь. Оправдание всегда вызывает, как бы, еще больше, эээ, какую-то такую агрессию, да. То есть, еще больше понимание, что человек виноват, поэтому, да. Вы, конечно, вот, нуждаетесь в, эээ, ну, в новых навыках общения, вот. В том числе, вот, тех, тех, что, эээ, ну, мой коллега сказал, вот, кудряшок игр, опять же, вот, что, эээ, я сообщен. Вот это вот вам, ну, ну, дальше. Эээ, так, эээ, значит, нужно проблемы обсуждать и объяснять друг другу свои реакции. А, кому нужно, Ирина, то есть, ну, нужно вам, мужчине это не нужно. Кому нужно. Он не понимает, зачем дадется, а думает, что, если я умный, то догадаюсь, ведь все, и так, понятно. Ну, он все равно не прав, но у него это реально. И это реально неплохо работает, судя по тому, что вы обратились к нам назад. А, еще в начале отношений просил меня честно и прямо говорите, что у меня собра устраивает, обещает или не устраивает. Мороз, эээ, что меня здесь, в первую очередь, эээ, смущает? Эээ, в начале отношений. То есть, эээ, мне видится это, эээ, таким образом, что, эээ, вы, эээ, больше внимания, выделяете отношениям. А не, эээ, человек, человек. То есть, вам, ва, вам важны отношения больше, чем сам человек. Вот. Вероятно, вы с этим не согласитесь. Вероятно, вы будете это отрезать. Я не буду с вами спорить, не собираюсь с тобой делать, не собираюсь с вами спорить. Ну, а вот, эээ, просто хочу, вот, сказать, что, эээ, такая, эээ, сэс Лавмон. То есть, я такой сэс, по крайней мере, встречал, встречал. Вот. Когда,аа, слишком много внимания уделялось, эээ, именно, отношениям. Вот. А не человеку. Из-за чего были проблемы. Дальше. Начну, просил меня честно говорить. Ну, это, классическая, такая, история, эээ, переноса. Потому что, эээ, вам говорится, сам не, сам не делает, но хочет какую-то, вот, честность, открытость и так далее. Вот это, классическая история. Вот. Человек говорит вам, ебрейский старт вам со стола, чем всего-сего он хочет сам. Вот. Ну, как бы, эээ, это, эээ, эээ, это печатно, эээ, и грустно, конечно. Ну, вот, эээ, значит, ну, эээ, в ээ, в эээ, в эээ, какой-то степени. Потому что, извините, эээ, иль, оээ, человек не отвечает сам за себя, а требует от вас, получить его хочется. Дальше. Да, помимо того, что это уже такой некий акцент на взаимодействие без увлеченности самим взаимодействием. То есть чувствуете, что вы оба осторожны, чувствуете, что вы оба пытаетесь не повторить негативный опыт. Ну, в итоге постараюсь его, конечно. Так, дальше. Я давал ему такое обещание, взял с него слово, и что он будет делать так? Ну, обещание, слово, это начали отношения, конечно. Ну, весьма. Интересно, да? Охотно верю, как говорится, что обещание кто-то будет сдерживать. Вот. То есть вы здесь, ну, явно не на человека ориентированы, раз думаете, что в отношениях можно сдерживать обещание. Обещание, слово, это вообще-то говоря, больше про деловые отношения. Ну, что происходит, когда различные сферы отношения смешиваются, я думаю, не нужно говорить. Дальше. Я держу свои обещания и подчеркиваю, всегда ему говорю, элементарное изложение, чтобы он не терялся в догадках. Ну, вы молодец, если вы это делаете по желанию, а не чувствуете долга. Но все равно остается вопрос, какое отношение то, что делаете вы, имеете к тому, что делает человек. Да? То есть, к примеру, один человек занимается благотворительностью, другой человек занимается исключительно коммерческой деятельностью. И довольно странно будет выглядеть, если человек, который занимается благотворительностью, придет к тому, кто занимается коммерческой деятельностью, будет говорить, вот я из уважения к людям занимаюсь благотворительностью. Вот. И ты тоже должен это делать. Вот. То есть, ну, это странно судить по себе, да? То есть, приводить пример себя. Как минимум это странно. Дальше. Так, опять же, нужно посмотреть, как происходит так, чтобы это делать. Так, он же никогда не сделал так же, вот видите, это уже претензия. Дальше, значит, вы говорите, что вам не нравится, но как вы говорите? А меня это расстраивает и изводит, то, что он никогда так не должен не делать. Видите? А чем расстраивает, как изводит вас? Давайте это раскроем. Давайте это раскроем. Как вас это расстраивает и чем вас это изводит? Что это за чувства, которые вы испытываете из-за этого? С чем они связаны? Я вижу, что ему сейчас не нравится, но понятия не имею, что именно, соответственно, не могу ничего исправить. Ну, здесь у вас чувство вины. Чувство вины родом из детства. Вот. Не обязательно работать с детством, но от чувства вины желательно освободиться. Не избавиться, а стать посвободным. Чтобы вами нельзя было манипулировать. Кроме того, чувство вины часто приводит к агрессии. Такой вот совершенно несвойственный человеку, неуместный человеку, непонятный для других людей. Вот. То есть это такой тоже достаточно важный момент. Вот. И, соответственно, это нужно поисследовать как минимум. Вот. Да? Дальше. Так. Исправить. Ну, вам ничего исправлять не нужно. Вы делаете то, что хотите. Вы, знаете, вы естественны в своём поведении. Я не думаю, что вы преследуете цель обидеть мужчину, вот прям специально, да? Но вы хотите своё поведение менять ради него. Это обеценивание на себя. Паркин очень недоволен, что когда я озвучиваю, что меня расстраивают или обижают. Он считает, что я обвиняю его в этом. Думаю, что я считаю его, если меня что-то не устраивает. Ну, я не буду это слово читать, которое вы написали. Смотрите. В итоге, как и мужчина, вы прикладываете ответственность за обиду на нему. Вот. То есть вы говорите, что вот мужчина обижается, ну, обижается сам. То есть прежде чем, как бы, ну, говорить про мужчину, вам, ну, имеет смысл... Как-то вот на себя обратить внимание, да? Вот. И, как бы, наверное, перестать обижаться самой. Вот. Чтобы показать, а как вообще по-другому-то может быть. Мужчина, он с вами не научится не обижаться. Вот. Поэтому тут, как бы, такая несколько, я бы сказал, деликатная ситуация. Вот. Второе. Обвинение. Да. Можно, безусловно, обвинить человека, да? То есть, ну, вас можно, безусловно, обвинить в чём. Ну, в чём-то. Вот. Но. Вопрос в том, принимаете ли вы то, что вам инкриминировали. И если да, то на каком основании? То есть, ну, почему? Как получается, что вы берёте на себя ответственность за то, что, повторюсь, является личной проблемой человека? При условии, если ваши действия продиктованы тем, что вы действительно реально хотите, а не... Сейчас. Действуются ошибки. То есть, это те действия, которые отражают ваше естественное... Ну, естественное состояние, да? Вот. К примеру, ну, бананы, бананы. Бананы, такой достаточно пример я могу привести. Это когда вы, например, любите мясо, вы приходите в ресторан с человеком. Абсолютно естественно, потому что вы любите мясо, вы заказываете мясо. Вот. Человек начинает вас обвинять в том, что он мясо не любит. Вот. И вы чувствуете за это вину. Вот. Если так, это очень деструктивная позиция, потому что подобным поведением можно вынудить вас, по сути, к чему угодно. Вот. Вплоть до полного отказа от себя. А в итоге это созависимые отношения. Вот. Ну, невротические. То, о чем, опять же, сказал мой коллега, который решил, Игорь. Вот. Так что, я просто рекомендую вам обратить на это внимание. Да? Вот. И если вы хотите изменить, изменить что-то, то и начать изменения все-таки нужно, наверное, с себя. Дальше. Так. Как человек он неплохой. Что это значит? Что это значит? Но это его качество. Я просто не понимаю вообще, не знаю, как мудро поступать и как объяснить ему, что говорить вам. Никак. Никак. Человек жил до вас. И те восемь месяцев, что вы встречаетесь и какое-то время, что вы знакомы, никак не способны изменить его. Отношение к жизни. Вот. К людям, к женщинам. Вот. Поэтому, если он не хочет сам меняться, поэтому, обязательно ничего не нужно. Так вы будете его только воспитывать. Еще больше его будете от себя отдалять. Ну и не просто, как, я надеюсь, понятных из моего ответа, ну и не просто менять в себя. Что-то. И мотивирует мужчину. Брать на себя ответственность за то, что ему не нравится. Мотивация происходит, значит, через модель жесткой любви. Вот. То есть, четкая до ограничения ответственности. Вот. И пока болеет. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена максимально корректным образом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.